7 февраля школьники возвращаются за парты после двух недель онлайн-обучения. Об этом накануне объявило Министерство образования. Без наличия соответствующего решения Нацкомиссии по ЧЕС в сфере общественного здоровья, говорят муниципальные власти. В то же время представители правительства заявляют, что члены комиссии не должны собираться для принятия такого решения. Тем не менее, учебный процесс может быть возобновлен без опасений, считает глава управления здравоохранения Кишинева Борис Гылко. Решение о возвращении к занятиям с физическим присутствием должно было быть принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здоровья, уверены в мэрии. Однако, как отметил глава столичного управления здравоохранения, поскольку сегодня истекал срок действия последнего решения, принятого две недели назад, муниципальные власти решили разрешить школам с понедельника вновь работать в нормальном режиме. Фактически, после того, как решение о переходе школ на онлайн-обучение было принято нацкомиссии по чрезвычайной сфере общественного здоровья, то в соответствии с правовыми положениями, обязанностями и полномочиями комиссии, отказ от онлайн-обучения должно было быть одобрено также комиссией, а не простым циркуляром Министерства образования. Это досадная юридическая ошибка. И все же, кто несет ответственность и в каком контексте было принято это решение, вопрошает в соцсети и Олег Лозан, один из членов этой комиссии. По его мнению, именно она принимает решение о переводе или об уходе с дистанционки, а не Министерства образования, либо же мэрия Кишинева. Как следствие, должна была быть проведена оценка рисков, поэтому в данном случае непонятно, кто несет ответственность за возможное ухудшение эпидемиологической ситуации. Однако глава управления здравоохранения, в свою очередь, отметил, что нынешняя эпид-обстановка позволяет учащимся вернуться в школы. В двух детских больницах еще на прошлой неделе было вдвое больше пациентов, чем имеющихся мест. На этой неделе количество госпитализаций значительно снизилось. В одном из комментариев к своей недавней публикации в Фейсбуке о том, что эпид-обстановка у нас куда лучше, чем неделю назад, министр здравоохранения отметила, что у возглавляемого ею ведомства нет полномочий принимать решения, в каком режиме должны проходить занятия в школах. В пресс-службе Кабмина, между тем, нам заявили, что заседания нацкомиссии по ЧС в сфере общественного здоровья не будет, поскольку оно созывается по мере необходимости, а установленной периодичности нет. Что касается возвращения детей в школы, здесь добавили, что для принятия такого решения спецкомиссии собираться не обязательно. Достаточно приказа министерства.